Традиционно на заседаниях Совета Безопасности мы рассматриваем ключевые вопросы обеспечения безопасности нашего государства. Не секрет, что главной тенденцией текущего момента является накопление конфликтного потенциала в различных регионах планеты. Не ослабевает противостояние между крупными мировыми центрами силы, Соединёнными Штатами Америки, Европейским Союзом, Китаем, Россией. Как следствие, размывание архитектуры международной безопасности усилилась гонка вооружений. Обострилось информационное противодействие. По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь. Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики Североатлантического Альянса. Под этим предлогом в соседних европейских странах расширяется присутствие войск НАТО, растет военная активность. Российская Федерация также активно развивает средства вооружения, демонстрируя возросшие боевые возможности. Все это вы можете наблюдать открыто в средствах массовой информации. Никто это уже не скрывает. Происходящее сегодня изменение в области глобальной и региональной безопасности на многие годы определяет не только отношения между государствами, но и направление дальнейшего развития вооруженных сил. И не только наших. То, чем мы сегодня будем заниматься, занимались до сих пор и впредь будем заниматься, характерно для всех наших соседей, да и вообще всех стран мира. Тем не менее, мы очень твердо, последовательно придерживаемся миролюбивой политики. Сохраняем статус донора безопасности в регионе. При этом нашими несомненными приоритетами остаются развитие собственной системы безопасности, а также продолжение военного сотрудничества со странами, дружественными нам. Прежде всего, в рамках Содружества Независимых Государств. Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику. Основное предназначение вооруженных сил заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны. Сегодня на заседании рассмотрим вопросы планирования обороны нашего государства и дальнейшего развития армии. В течение года под руководством Генштаба проводилась работа по переработке плана обороны Белоруссии в свете нынешних реалий военно-политической, стратегической обстановки. Я не единожды говорил о том, что нам в четыре раза как минимум пришлось перестраивать свои вооруженные силы и, прежде всего, армию, в связи с тем, какие события происходят на нашей планете в этой области. Мы понимаем, какие идут войны сейчас. Мы четко понимаем, какие могут быть войны в будущем. И, исходя из нашего потенциала, наших возможностей, под это перестраивали свои вооруженные силы. Это на микроуровне. Настало время посмотреть и на самом высоком уровне, что нам необходимо сделать, как стратегически спланировать оборону нашего государства. Вот этим в течение года занимался Генеральный штаб Вооруженных сил. И мы пришли к выводу, что ныне существующий план обороны безопасности нашего государства подлежит переработке, осовремениванию, актуализации его. Рассматривались при этом новые формы и способы ведения военных действий, основанных на опыте современных вооруженных конфликтов. Работа проведена с учетом мнений не только силовых, но и других заинтересованных ведомств. Поэтому в докладах я хотел бы услышать, насколько все это учтено в разработанном документе. В чем его отличие от действующего плана? Особое внимание прошу обратить на систему своевременных упреждающих и ответных мер в случае нарастания военной угрозы для нашего государства. Второй вопрос вытекает из первого. Он тесно взаимосвязан с планированием обороны государства. И мы не случайно рассматриваем их вместе. Необходимо определиться с составом вооруженных сил, который должен обеспечить выполнение задач определенных планом обороны. Обсудим, какие системы развивать в приоритетном порядке и какие виды вооружений необходимо иметь, особенно по авиации, противовоздушной обороне и другим средствам огневого поражения. Это очень дорогостоящая система. Отдельно рассмотрим возможности по финансово-экономическому обеспечению потребностей вооруженных сил и обороны государства, чтобы содержание и оснащение армии были по силам государства и не в ущерб военной безопасности. Мы должны принять принципиальные решения по этим вопросам. Мы ничего не должны прятать. Нет своего населения, нет наших соседей. Мы должны быть абсолютно прозрачны, транспарентны. Мы должны не пугать, особенно наших соседей, наше общество, а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях. Продолжение следует...